приветствую друзья я в прямом эфире в instagram я уточняю потому что когда заливаю на youtube видео иногда непонятно что этом за лайки говорю приветствую алена приветствую сейчас я приглашаю я жду в гости приветствую настя всех приветствую спасибо что подключаетесь жду в гости зами приветствую лерочка всех приветствую жду олечку и сейчас я ее подключу в гостях у нас замечательная ольга кидо сейчас я буду ее представлять им боже у нее столько заслуг и есть чем с нами поделиться у нее большой опыт сегодня тема здоровья психосоматика сегодня вообще тема здоровья в мире очень актуальный вопрос поэтому очень захотелось пригласить ее в гости олечка ты где я тебя а что кто там кто знает ольгу напишите ей что мы ее ждем так подключаемся спасибо кто подключаетесь оля кидо магистр психологии изучала училась работала в школе синельникова приветствую девочки два года ждем знаем да настенька ты знаешь классно какая тема эфира тема эфира сегодня психосоматика тема сегодня здоровье как можно вылечиться без лекарств оля будет делиться своим результатом как она смогла вылечить свою 20-летнюю 20 22 года я не помню как она смогла вылечить свою аллергию которая была более 20 лет кстати как меня слышно потому что мне кажется я немножко тихо говорю если на десяточку скажите на десяточку я тогда буду говорить громко я громко тоже могу так олечка ты где наверно надо было ура отлично слышно спасибо спасибо мои хорошие я вас так люблю так я жду тебя олечка олечка я тебя уже сделала гостем выйти до выходим спасибо тебе большое что вот что ты приняла мое сегодня приглашение я так рада тебя видеть в эфире спасибо тебе большое а оля кидо я тебя представлю если что-то пропущу пожалуйста добавишь хорошо я очень рада что я знакома с тобой лично очень рада этому ольга кидо магистр психологии изучала я себе даже отметила выпускник метода сельва выпускник то есть ты работала в школе здоровья и радости два года насколько я помню там валентина мельникова и ручка меня обидно потому что у меня что-то висит да тебя видно хорошо и слышно хорошо там у меня что-то видишь я у тебя бишь приветствую всех спасибо вам за сердечки я вам тоже посылаю у меня нет такой функции подключаю улечку что у тебя висит пытайся разобраться ну тебе наверно будет удобно если ты будешь видеть да ну вас ты на экране у вас ты на экране у нас есть очень красиво я тебя видно все хорошо прекрасно замечательно я просто меня по какой-то причине нету но и хорошо будем тогда правильно хорошо я тогда продолжать я представляю тогда сначала немножечко ольга кидо магистр психологии выпускница метода сильва школы здоровья и радости валерия синельникова мастер спирит рейки ученица колинга типлинга основатель центра кидо у тебя столько заслуг я знаю еще не все назвала потому что ты там автор многих методик и трансформационный коуч и много у тебя еще других заслуг но скажи мне пожалуйста вот выпускник школа здоровья и радости синельникова насколько я помню ты два года по моему у него работала да а мы валерия синельника вместе с виталием ты моим супругом были непосредственно и управляющей и тренерами ну и конечно же вот близость дальше к валерия синельникова на самом деле тоже дает свои плоды и мы очень благодарны вселенной за то что у нас был такой вот опыт это где-то приблизительно даже в одно время было и валерия синельников в одно время и не услышали мы когда были у синельникова летали непосредственно герман семенюк который привозил он же был жив вот мы у непосредственно у колина типпинга проходили обучение привыкали в отношении круто круто кстати кстати вот скажу что книга валерия синельникова которую я прочитала первое возлюбивали свою она тоже и прям наставила меня на новый путь в жизни тоже началась валерия синельникова и ты так ставила пять копеечек потому что многие начинают нас у каждого есть как какая-то своя книга какой-то ключик чего человек начинает свое развитие это очень здорово и круто является этим ключом многих людей для начала какая-то книга у нас есть у всех какой-то не за тренинг у кого что у кого что зацепило да я тебя пригласила сегодня потому что я недавно узнала что у тебя крутой результат не так давно узнал что у тебя вообще крутой результат по теме здоровья что ты вылечила свою 20-летнюю аллергию и так сегодня в мире тема здоровья очень актуально интересно для многих поэтому мне очень захотелось поднять сегодня этот вопрос чтобы ты подсказала кого-то знаешь возможно успокоила как может сейчас без паники прожить эти дни поделишься своими результатами вдохновишь потому что сегодня это актуальный вопрос мне несколько людей писали по здоровью что очень интересует как можно быстрее выздороветь избавиться от переживаний от своих болезней поэтому пожалуйста расскажи как у тебя вообще это произошло что так можно что так можно вылечить 20-летнюю серьезную аллергию на 17 по моему видов цветения совершенно верно правда аллергии было 22 знаешь ирочка хочу включать прямой эфир прекрасной суфийской принте мне вот очень нравится актуально наверно в тему сегодняшней ситуации которая у нас есть в сегодняшнем мире а паломник встречается с чумой идет и спрашивает чума у него куда ты идешь паломник рассказывает я иду в мекку а святое место хочу помолиться ну и соответственно паломник спрашивает а ты куда идешь я иду в багдад заберу 5000 человек хорошо встречается чем он паломником поломник говорит слушай чума а че ты говорит меня обманул а ты сказала что заберешь 5000 человек это забрала 55 человек 55 тысяч человек нет я говорит выполнила свое обещание я не обманула тебя я забрала 5000 человек а остальные 50 тысяч умерли от страха вот это приблизительно так сейчас актуальна эта притча у нас есть ситуация которая но самое главное помнить о том что все все-таки находится в нашей голове и поэтому для меня тема вот психосоматика она очень важна я ее очень люблю и мы рассмотрим даже само слово психа да и сома это с греческого переводе них а это душа а сома это тело это душа наше тело и вот если взять даже древних древних целителей никогда не отделяли не душу и тело это сейчас почему-то и слава богу кстати уже возвращаются есть а врачи которые действительно понимают очень важен комплексный подход в исцеление нас не только тело мы лечим мы лечим и душу в том числе я не знаю в процентном соотношении сколько на достаточно большой процент в исследованиях наши заболевания имеют психосоматическую причину а если посмотреть на некоторых принципах ученые они даже говорят что наверное основная причина это все таки у нас психосоматика болезнь начинается сначала в нашей голове например простой пример если у нас есть установка что сквозняки могут расходиться конечно же мы верим этой установке и сквозняк может для нас приводится простуду ну помимо конечно же установок у нас еще и есть такие причины как я раньше этого не понимала я вот к слову знаешь вот установка и если я думала про сквозняк то я раньше не понимала пока я не вот не прочитала определенную книгу который говорится про состояние и тогда я поняла что дело не в установке а в страхе который мы испытываем вот именно страхи то есть если я боюсь что я заболею сквозняка то именно страх и притягивает уже нас ну вот это событие которое нам потому что страх на самом деле это очень сильные эмоции то на чем мы концентрируемся в нашей жизни в принципе и происходит но помимо страха у нас есть еще и другие причины наших заболеваний это в том числе и не любовь к себе это стресс это обиды потому что обиды тоже никуда не деваются они поселяются в тело если мы их не выводим почему радикальное прошло свое время хорошо колин типпинг развил скажем не только в америке а и в том числе в постсоветском пространстве да герман семенюк привез эту интересную очень технику которая на самом деле работает 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 для обычного человека необычно необходимости какие-то не знаю там или же ходить у тебя есть инструмент с помощью которого ты можешь работать со своими обидами как это у нас поселяется в теле и рождает определенные заболевания в частности ты говоришь про моё заболевание это очень интересно во первых аллергия по статистике по моему больше 90 процентов на планете земля почему либо болеет либо предрасположенно она это скажем одна из таких вот ярких форм заболевания продукты есть аллергия на пыль есть аллергия на шерсть у меня в данном случае была аллергия на 16-17 видов светений больше двадцати двух лет ключевое конечно же работала разными методами и в том числе это не то что плохие просто скажем не доставали глубину они где-то так вот поверхностно убирали но не доставали корень который мы в принципе наверное расскажем если да позволишь в конце я конечно же работала с методикой но самое интересное что я даже не прорабатывала аллергию у меня было два года назад последний раз аллергия как раз момент был светение и в этот момент я в тренажере по работе с подсознанием я прорабатывала а любовь к себе просто так и мою индивидуальность и самое интересное что в этот момент у меня конечно же уже была аллергия она началась я позвонила мужу чтобы он не привез лекарства это единственное лекарство я пользовалась вот но они мне понадобились по одной простой причине что через 40 минут аллергия прошла сама по себе причиной моей аллергии аллергии давние неизлечимые которые врачи говорили что это неуцелимо что это наследственно и так далее и так далее я им верила не было еще знаний у меня не было достаточно веры что возможно по другому и конечно же моя вера была в том что аллергия существует и она неизлечима вот причина именно моей аллергии говорю что у каждого она своя это была не любовь к тебе и непринятая моя индивидуальность у нас есть такое образец как индивидуальность это индивидуальность можно принято и проявлено это важно чтобы она была и принята и проявлено и скажи например вот привести как это вот как это то есть проявленная индивидуальность и непринятая. Каждый человек пришел с определенным набором качеств в эту жизнь. И важно принять себя таким, какой ты есть. И идти и проявить. А проявление у нас заключается в позволении себе быть таким, какой ты есть. И в одежде, в том числе. Потому что я вот, например, наслушалась разных тренеров. Это не значит, что они плохие. Нет, никаким образом. Просто я приняла их, как бы, тренирование за свои. И я посчитала, что мне нужно ходить, как они говорят. Я посчитала, что тренера должны быть в скромных костюмчиках серых, с тоненькими там, с украшками такими маленькими, или золотые, или серебряные. У меня было в гардеробе два человека, как я говорю, жила. Один человек, который колыхал энергии, это длинные юбки, которые были не моими. И второй человек с огромными серыми костюмчиками. Когда я принимала свою индивидуальность в тренажере, там есть возможность принять. Я поняла, что моя индивидуальность – это яркая личность, это яркие наряды, это большие выпуски, которые я очень люблю. И вот это вот проявлена моя индивидуальность. Если мы возьмем, например, наверное, Леди Гага, то очень трудно сказать, что у нее не проявлена индивидуальность. Согласна? Сто процентов. Сто процентов. Я думаю, что она кайфует от этой индивидуальности. Это не значит, что мы все должны стать Леди Гагами. Мы индивидуальны. У тебя свой набор качеств, у тебя свой темперамент, свои какие-то определенные, внутренние моменты, которые ты имеешь возможность проявлять. И у меня тоже свои. Важно понять, какая я и какой хочу быть, и проявлять, не запрещать. Не так, как в советское время. Ты не должен быть, выделяться. Ты не должен быть белой вороной. Надо быть, как все. Вот эта вот установка... Не быть выскочкой, да-да. Не быть выскочкой. И быть, как все, вот эта вот установка на самом деле в советское время убивала у многих людей индивидуальности. Важно ее проявлять. На самом деле, здоровье влияет у каждого, у каждого человека. И своя причина. Я знаю, у нас девочка прорабатывала, она у нас живет под Киевом. Она тоже, она в методике, она прорабатывала здоровье свое. Ключевое на момент покупки методики, она об этом рассказывает, не скрывает. У нее было онкозаболевание. Но причина именно... У нее было обиды на мужа. Обиды... Обиды на что? Обиды на мужа, да. Обиды на мужа. С помощью методики. А вот она целый месяц прорабатывала. Это и обиды на мужа. Это качества, которые ей не нравились. И так далее. Результат... Врач сказал, что опухоль рассосалась. Ну, как бы есть два диагноза. Опухоль есть, опухоли нет. Он сказал, ну, ошиблись диагнозом и так далее. Но она-то знает, что не ошиблись диагнозом. Она знает, что на самом деле это ее работа. Внутренняя. И так мы можем прорабатывать много, на самом деле, разных-разных своих заболеваний. А если взять сегодняшнюю тему, то очень важно сделать фокус не на коронавирусе, да, не на страхе. А вот сделать фокус на другом, да. Что классного и полезного он мне, например, может дать. Потому что классное и полезное, это мы сейчас вот выходим в прямой вопрос. Классное и полезное, я могу, наверное, быть рядом с близкими. Классное и полезное, наверное, я могу изучить, начать английский язык, делать какие-то, в общем, массу-массу всего, что я всегда себе запрещал раньше. Посмотреть даже, вот опять-таки про индивидуальность, да. Ну, посмотреть, какая моя индивидуальность. Если она вообще. Я маме задала вопрос про индивидуальность, мама сказала, а ее вообще нет. Ее нет. Советский Союз, если взять поколение моих родителей, он убивал индивидуальность. Просто убивал. И важно, на самом деле, если мы говорим о заболеваниях, да, ну, вообще мне больше нравится здоровье, поэтому я даже сегодня написала пост «Психосоматика здоровья». Акцент… Ксюша, походу, спросила, можно я задам вопрос о психосоматике, как преодолеть, ну, то есть, как преодолеть психосоматику, то есть пошагово, но я думаю, ты в любом случае поделишься потом, да, как причины преодолеть. Ну, в принципе, про это у нас и вопрос, но я себе отметила, чтобы не забыть, чтобы Ксюше ответить. Так, конечно, да. Ну, если мы будем говорить про заболевания, то, конечно же, про здоровье. Все-таки фокус. Давай будем фокус на здоровье. Потому что вот если мы заходим, мне нравится всегда сравнение, мы заходим в темную комнату, у нас есть выключатель. У нас есть выбор, включить свет или не включить. Вот здесь вот то же самое. Если мы возьмем сейчас ситуацию, вот важно помнить про включатель. У вас есть всегда включатель, и если это касается здоровья. Вот есть всегда включатель, фокус на здоровье или фокус на заболевание. Конечно же, если у нас есть какое-то серьезное заболевание, здесь уже важно разбираться, да, зачем мне нужно это заболевание. У нас есть всегда вторичное, если мы возьмем психологию, да, есть такое понятие, как вторичная выгода. Любое заболевание всегда имеет вторичную выгоду. У нас заболели дети, у нас есть вторичная выгода. Я не хочу, условно говоря, ходить на работу. Я уже устала. Мне нужна важная причина, чтобы туда не пойти. Какая у меня может быть важная причина? Я могу заболеть стерко-стерко, либо же могут заболеть дети. У меня всегда есть вторичная выгода. И важно разобраться, зачем мне нужно было это заболевание. Да? Вот прямо, знаешь, мне нравится разговор с болезнью, да? Вот есть разговор с Богом. Вот мы как-то с нами разговариваем. И болезнями в том числе, да? Где у нас какое-то сравнение. Потому что в моем понимании, если мы возьмем уже, идем более глубинно, то это заболевание, это разговор Бога с нами о том, что мы не так делаем. О том, где мы где-то отклонились от курса. От курса по отношению к себе, от курса по отношению к близким и так далее. Зачем мне нужна эта причина? Да, вот мне мама даже рассказывает. Она даже, несмотря на то, что моя мама, кто уже, знаешь, возраст из Советского Союза, она тоже рассматривала свое заболевание. Она сказала, конечно же, мне очень выгодно болеть. Потому что, когда я болею, мои дети приезжают, и они рядом. Вторичная выгода, чтобы дети были заболевать. На самом деле, если мы можем понять, что и дети могут быть рядом, заботиться могут быть, но не из уже болезни, а из любви ко мне. То есть здесь важно, опять-таки, фокус поменять. Да, Ирочка. Да, это очень ценно. Что-то, походу, еще хотела тебе спросить. Я вылетела... А, я хотела спросить, а как ты разговариваешь, когда заболеваешь с болезнью? Ты говоришь, разговор с Богом, разговор с болезнью. Как все это происходит? Ну, ты знаешь, мне это сейчас, конечно, уже проще. Потому что у меня есть тренажер, и я просто... Тренажер прописывает, что я здорова. Я нахожу... То есть я уже общаюсь со своим подсознанием и нахожу, зачем мне нужна была эта болезнь. Очень часто бывают болезни, знаешь, как это... То, что я и говорила, это обида, невысказанность и так далее. Нам кажется, что ничего страшного нету, если я обиженную человека. Нет ничего страшного, если я не выскажу ему в сторону. Я не говорю, что нужно высказывать в гневе или еще как-то. Я говорю о том, что нужно любую свою эмоцию, которую у нас есть, не хоронить в теле, а важно ее правильно проявить. Не деструктивно, а конструктивно. Если я в гневе, мне важно сказать об этом. Если я обиделась, мне важно разобраться. Не меня обидели, да, это уже жертва. Меня обидели, вот он такой плохой человек. Нет, я обиделась. Обиделась почему, да? Зачем я обиделась? Найти причину, зачем я обиделась на человека. Возможно, мне просто не нравится какое-то качество, которое я еще не приняла у себя. Возможно, это какая-то проекция из моего детства. Тоже важно с этим разобраться. И как раз, вот как проработать невысказанность. Да, Антоник, ты видишь. Как проработать невысказанность? Вот смотрите, я рекомендую, конечно же, если она уже у вас есть, вы можете ее выписать. У вас нет никакого другого инструмента. Вы очень просто берете карандаш, ручку, листик. У Лены есть, у Лены есть мастер-кит. Если есть, то можно прорабатывать в тренажере. Скажи и так, и так. Скажи, пожалуйста, и так, и так. Это значительно проще. Но я все-таки рекомендую прорабатывать, если это в тренажере, то рекомендую прорабатывать через тренажер обида и через тренажер качества. Потому что не всегда мы можем проработать обиду на человека просто через тренажер обида. Не всегда мы можем проработать просто выписок. Есть там техника письма, техника радикального прощения, анкеты и так далее. Не всегда получается проработать обиду именно через эти инструменты. Важно проработать еще и обиду через кадр. Что я имею в виду? Например, я обиделась там на маму или на партнера. И в этот момент какое качество мне не нравилось в этом человеке или раздражалось, или было не очень. Я себя спрашиваю. Ну, не знаю, например, контролирующий или там давящий. И я принимаю это качество. Это то качество, это зона моего роста. Это мое качество на самом деле. Это не качество мамы. Это качество партнера. Это мое качество, которое я у себя не принимаю. И, конечно же, в тренажере есть возможность легче и быстрее проработать. Это качество. Мы можем через осознание прорабатывать. Это бывает более длительный путь. Но я, например, несмотря на то, что и психолог, и коуч, и столько мы с мужем прошли, и метод СИБА в том числе, я, в принципе, не знаю более быстрого и легкого стопа, касаемого качества. Потому что обиду есть много инструментов проработать. А вот качество для меня – это самый, наверное, быстрый инструмент и, наверное, единственный, который позволяет прорабатывать именно качество. Я вот люблю тренажер именно за то, что там возможность проработать качество. Разные способы. И мы смотрим на эту обиду, невысказанность, да, через обиду, через тренажер качества. Мы имеем возможность проработать. И тогда, ну, если у нас нет тренажера, мы просто выписываем. Не оставляем, в любом случае, не оставляем в теле, потому что невысказанность в теле – это потом переходит в заболевание. Психа, соматика, психа, душа – переходит у нас причина в тело. Спасибо большое. Здесь еще Лена спросила, нужно ли возвращаться в ситуацию, когда получила обиду через образ. Смотри, мы все смотрим индивидуально. Если бы у меня удалось проработать это в тренажере обида, и я чувствую, что там вообще все-все уже хорошо, мне нет смысла идти куда-то дальше. Но если я чувствую, что у меня все-таки там что-то еще где-то не до конца, что-то осталось, конечно же, я могу пройти в тренажер образ, посмотреть на образ своей обиды, на образ отбитчика. Если же, говорю, еще что-то осталось, мы через тренажер качество. С разных сторон. Чем хорош тренажер? То, что мы имеем возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон и как бы, знаешь, дочистить. То есть если у нас другие методы могут, с одной стороны, помочь нам решить вопрос, то здесь есть возможность посмотреть с разных сторон. И в этом, конечно же, есть плюс. Спасибо большое. Олечка, еще хотела спросить тебя по здоровью. Ты рассказала, что принимала индивидуальность, когда у тебя работала со своей аллергией. У тебя она прошла вот прямо через 40 минут. Скажи, пожалуйста, но ты же на самом деле много техник знала до этого, да? Ты уже работала с подсознанием, находясь, и в школе работала, в школе здоровья и радости Валерия Синьерникова и Колин Типлин. То есть, ну, в любом случае, я же уверена, какие-то, наверное, результаты у тебя как-то были, да? Ну, первое, я не очень-то и много работала с аллергией, да, скажем, вот мы всегда работаем с более актуальными запросами. Но когда я прорабатывала аллергию, скажем, честно говоря, даже прорабатывала с психологом, разница заключалась в том, что мы немножечко, знаешь, как-то немножечко подчистили, да, и немножечко накопило облегчение, но это было очень важно, потому что мы, по факту, получается, что в корень не заходили. В корень не заходили, потому что мы ходили где-то вокруг да около, да, что-то где-то меня раздражает. Если взять ту же, там, Лиз Бурбой, Луиза Хэй, да, они написали просто карту болезней, но это не значит, что то, что они написали, соответствует каждому человеку болезнь. Это просто плюс, который мы можем смотреть как пример, да? На самом деле, каждая болезнь у каждого человека, она может быть даже одна и та же, а причина у каждого, она своя. И вот работая с психологом, мы, как я говорю, вокруг да около ходили, но в глубину мы не... Элечка, выйди, пожалуйста. А, знаешь, вот немножечко поверхностно. Здесь, по себе, как вот произошло, я даже не знаю, получилось ли бы у меня так быстро, или если бы я конкретно пошла в тренажер и прорабатывала, что я здорова, свободна от аллергии. Сейчас, одна секунда, Олечка, прости, пожалуйста. Элечка, Эля, Эль, Элечка, пожалуйста, одну минуту и выходи, потому что потом я с тобой пойду в магазин. Да, да, я слушаю тебя. Эля, как всегда, сейчас, все, тихо, карантин, теперь она со мной 24 на 7, или я с ней. Ну, тоже, на самом деле. Какая польза в этом выгодна, что хоть ребенок видит маму, а теперь мама угромка. Прости, ты говорила о очень интересном. Да, ну, и вот на самом деле я не говорю, что психологи там или какие-то методы помогают. Просто это более, скажем, длительный период. Возможно, мне нужно было бы там, не знаю, может быть, полгода, год ходить еще на сессии. Тогда, может быть, мы нашли какую-то вот эту вот глубину. Методика просто позволяет непосредственно найти мою причину. Вот знаешь, в чем вот разница? Нашел, знаешь, одно дело, ты на минном поле там ищешь мины просто с каким-то там, не знаю, без ничего, да? Там палочка. А другое дело, когда у тебя есть инструмент, с помощью которого ты точно знаешь, где мина лежит. Вот приблизительно это так. Я не попала в пыльку, и поэтому у меня прошла аллергия. У меня по заболеваниям, на самом деле, есть еще результат. Я уже рассказывала, я рассказываю на своих заходах и мастер-классах. Я 10 лет, ну, за исключением, в принципе, 10 лет не болела. И у меня была ситуация, когда я проснулась, у меня была температура 38,8, у меня была ангина, и у меня был гайморит однодонненно. Причем, если вечером у меня не было вообще никаких симптомов, то утром я проснулась с полным комплексом. И в смысле методики, знаешь, вторичная выгода была в том, что я узнала, как с помощью методики я могу убрать даже температуру. Очень интересный, на самом деле, скажем, эксперимент в то же время. У меня была вторичная выгода узнать, как работает методика, и вторичная выгода у меня была не пойти на обучение. Я с помощью методики нашла, почему у меня больное горло, я нашла, почему я не хочу идти на обучение. Убрала эти причины. Самое интересное, что весь набор, в котором я проснулась утром, у меня прошел через 3 часа. Мы имеем возможность даже температуру и боли в горле убирать с помощью методики. Вообще, психосоматика, если мы разберем горло, это действительно обиды, это невысказанность, это может быть какая-то агрития, какая-то злость, которую мы направили уже внутрь себя и подосили. И вот в помощи этого инструмента у нас есть возможность убрать это, допрожить. Если это касается обиды, мы прямо в тренажере проживаем эту обиду. Я, например, рыдаю в тренажере обида, это нормально. Я тоже люблю поплакать. Я поделюсь своим тоже результатом. У меня был не один по здоровью, но помню очень хорошо, когда, то есть для меня это было что-то из области фантастики. Когда я уехала, помню, к Дарьи Трутневой в Киев, и у меня, Ксюша, да, за геймарик делится свой, и к Даше. И в этот день мне муж позвонил, сказал, что у ребенка ухо заболело сильно. А я знаю, что если она заболевает, то всю ночь... Элечка, дай пиши. Это секрет, да? А ты вообще не послушай. Я не с тобой сейчас разговариваю. Она меня разрешает и скажет секрет. Мам, это такое... Сказала, что это за вами будет. Это не желание, это я рассказываю. Если ты такое сказал, то это желание. Пугала, ты же. Ребенок уже все понимает. Я, в общем, сказала, что болит ухо. Я очень, по-моему, не пугалась, потому что, ну, что такое, нам уже оставить ребенка еще с больным ухом. То есть я просто делюсь результатом. Молодец. И я испугалась, пришла проработать. У меня такой был прям испуг, что, думаю, ну как, если будет всю ночь болеть, муж испугается и в следующий раз уже и меня не отпустит. И куда-то едет, скажет, что не сидит с ребенком. Я, давай, искать причины. Думаю, ну какая же мне тут выгода, что я только уехала, и у него болит живот. Ой, живот, боже мой. Ухо. Я, оказывается, нашла, что я когда уезжала, то есть буквально за пять минут, когда я уже езжала в Киев, я уезжала с переживанием, что я оставляю на мужа, который, ну, у него своя методика воспитания, что он как бы где-то установками говорит, вот это не делай, это не надо, это не это. Да, и я меня, и то есть я оставляю бесконтрольно свою дочь, и мой муж будет как бы навешивать установки моему ребенку. Ну, понятное дело, что нашему, но вот, и у меня было такое состояние переживания, и то есть я, когда прорабатывала, я нашла свои выгоды, что когда у нее болит ухо, он не будет ее учить жизни, не будет навешивать установки, и будет ее любить там только лишь, и все, и больше ничего. У меня, ну, был просто шок, если честно, от понимания этого, что я реально, оказывается, этого хотела, и вот тебе на, болит у нее ухо, чтобы этого не было. Я проработалась, и на утро, то есть вечером я позже уже звоню, он говорит, ну, спит, а я знаю, что если болит, обычно всегда это бессонная ночь. Это после проработки, вот первый раз, когда у меня уже был тренажер, и я сделала проработку с ухом, она спала спокойно, я утром позвонила, он сказал, что спала, он еще сказал, что температура начинается. В общем, всю ночь спала спокойно, температура не была, ухо не болело, и все, все отделались с мелким испугом. Ну, у меня было такое прям поражение, что, оказывается, вот так бывает. Это точно бывает, на самом деле все, и наше подсознание, оно очень интересное. Мы никогда не желаем ни себе, конечно, ни тем более нашим ближним плохого, но тем не менее, вот так вот срабатывает, что какой-то страх, какое-то качество, какая-то обида создают болезнь в нашем теле. Самое интересное, что если мы рассмотрим не только уже психосоматику, а если мы уже рассмотрим квантовую физику, методики, что есть квантовая физика, мы можем сами создавать еще и болезнь у других людей, в том числе, как ты сказала, у своего ребенка. У меня есть всегда вторичная выгода, да, то есть я не хочу, конечно, чтобы мой ребенок болел, но есть вторичная выгода, чтобы ребенок заболел. Ну, я никогда не хочу, чтобы болели родители, да, то есть я всегда желаю заболел. Но у нас есть всегда вторичная выгода, потому что все могут заболел. Помоги мне. Улечка, у тебя что-то плохо сейчас слышно? Элишка, пожалуйста, пойдем, я тебя в папе отправлю. Я тоже слышу, потому что я слышу только Элю. Все, сейчас, одну минуточку поговори. Вот тут как раз Настя спросила, смотри, как узнать, проработать причину психосоматических болезней, если нет тренажера. Ответь, пожалуйста, а я сейчас с ребенком поговорю. Да, конечно. Ну, смотрите, на самом деле, мы любим инструмент, который нам позволяет наиболее быстро и легко находить причину и более быстро и легко прорабатывать. Тоже не болезнь, я бы сказала, что мы говорим о том, что мы хотим быть здоровыми. Мы хотим либо же, как же, наоборот, обидеть. Если у нас, мы будем прорабатывать разными способами, в том числе, мы будем ходить, есть очень, кстати, классные психологи, есть психотерапевты, которые помогут найти причину заболевания, работать с психологами-психотерапевтами. Это тоже, на самом деле, очень хорошо и здорово. Если мы, например, знаем хотя бы, что у нас есть глубинные обиды, если это касается каких-то заболеваний, все, что связано с опухолями, все, что связано с горлом и так далее, а это обычно у нас все равно глубинные обиды. Мы можем прорабатывать обиды с помощью разных способов. Прописывать письмо прощения. Мы можем закачать анкету радикального прощения, да, которая есть в свободном доступе Колина Типпинга. Вы можете найти ее в интернете и прорабатывать обиды с помощью этой анкеты. Можно просто прописать для себя. Мне больше, например, нравится, если это касается уже выписывать, да, обиды, то мне просто нравится, когда мы выписываем их как письмо сами для себя в свободной форме, да. Мы говорим, зачем я обиделся данным человеком, а говорим, что мы испытываем какое чувство, и мы говорим о славе, о благодарности, я благодарю тебя за этот опыт и так далее. Конечно же, мы эти письма не отправляем, мы можем их сжечь, мы можем их оторвать и так далее. Способов на самом деле достаточно большое количество. Вы выбираете для себя самый оптимальный способ, который вам подходит. Мы можем прорабатывать точно так же с помощью аффирмаций. Есть достаточное количество собственной информации про те же аффирмации, но они не всегда, не у всех срабатывают. Почему? Потому что у нас есть какие-то установки, которые мешают срабатывать аффирмации. Вы можете проговаривать свои аффирмации даже на воду. Всем уже научно доказано, известно, что вода у нас пропускает все наши слова. Если мы говорим о болезни, болезни в этот раз, мы пьем воду, что мы наговорили, то мы, собственно говоря, к нашим телу и клеткам доносим. Если мы говорим, я здоров, я здоров, и пьем воду, то, соответственно, мы пьем воду, которая несет нам здоровье. Масса-масса способов. Вы знаете, для меня есть очень интересный опыт Норвекова, мне нравится. У него есть очень интересная такая своего рода рассказ-притча. Он рассказывал про один, по-моему, суфийский или какой-то монастырь, я не помню, уже на горе, да, где все люди вылечивались даже от Паркинсона. Ключевое лечение было исключительно улыбкой. Вот эта вот сила улыбки, она запускает необратимые, позитивные у нас процессы в теле. И самое главное, когда экспедиция, я помню, журналист, вот он пишет, найдите, посмотрите там Норвекова, да, эту притчу. Она просто длинная, я ее хотела прочитать, вот, но она немножечко длинная. Когда экспедиция попала к этим монахам, и у них было единственное условие, чтобы они всегда улыбались в течение 24 часов. И если ты не улыбаешься, то ты как гневишь Бога, да, и, соответственно, ты идешь вниз, там, я уже не помню, сколько метров, а забираешь большие кувшины воды, и обратно ты должен идти улыбаться. Вот когда он шел с этими полными галлонами воды наверх, и уже перед самой дверью он начал только улыбаться, и мы сказали, ты не улыбался, мы с тобой смотрели, иди снова вниз. Когда несколько раз ты поднимаешься и опускаешься с огромными кувшинами воды, ты, конечно же, автоматически учишься улыбаться. Самое главное, что те люди управлялись. Вот это тоже важно помнить, да, какое у меня состояние. Потому что в состоянии счастья и радости у нас иммунитет повышается, в состоянии счастья и радости, наверное, у нас сложнее какую-то установку, да, получить и заболеть. Это тоже важно помнить. Конечно же, много-много причин, которые могут нам способствовать, да, выздороветь. Я еще за то, чтобы, как это, на здоровом теле, здоровый дух. Никто не отменял физических упражнений или в себе. Это здоровый дух, правильное питание. Это очень важно тоже соблюдать. Если мы будем только смотреть с точки зрения психосоматики о здоровье, да, я вот здесь вот рассказываю, там, психосоматика, да, а при этом пошла, напила булочек на ночь, я не знаю, там, какое-то совершенно неправильное питание. Наверное, о здоровье будет мне сложнее говорить. Но если я вовремя ложюсь, вовремя встаю, стараюсь улыбаться в течение дня, я засыпаю с улыбкой, я просыпаюсь с улыбкой, если я слежу за твоим улыблением, если я слежу за своим состоянием... А если не просыпается с улыбкой, Олечка, перейдите. Ага, знаешь, мне очень нравится такое выражение. Если ты не просыпаешься с улыбкой, подходишь к зеркалу. Очень простое упражнение. Берешь два пальца и растягиваешь рот. Это прикольно. Если... Вот это очень важно. Для чего важно не засыпать с улыбкой? Как только ты в течение дня заметил, что ты не улыбаешься, ты включаешь выключатель. Помним про выключатель и начинаем улыбаться. Когда я участвовала в тренинге у Колина Типпинга, была очень интересная обратная связь. Люди сказали, что я улыбчивая. Это, наверное, был самый большой классный комплимент в моей жизни. Я не знаю, во-первых, я в принципе была всегда улыбающаяся, но когда я вообще об этом еще узнала, мне кажется, мне хочется улыбаться вообще всегда. Кроме, конечно, есть случаи не сильно уместные, и то все равно важно. Это может быть другая улыбка, улыбка, доброты и сочувствие. Согласна. Здесь самоконтроль тоже нужно включать. Считать книгу про самоконтроль. Это тоже очень важно. И знаешь, что-то еще сейчас. Столько мыслей в нем в голове. Мне хочется... А, я отходила. Скажи, ты говорила еще про метод, метод хоапонапона. Я не слышала. Нет. Нет, тоже здесь замечательный метод хоапонапона. Я помню, что Диспенза рассказывал тоже про него, что не монах, а, ну, то есть это не притча, это по-настоящему, доктор, да, которого вызвали к сильно таким тяжелым больным, по-моему, да? Ты тоже слышала вот эту историю. Он через это обрываешься. Что, что не слышу? Гавайский доктор Хью Лин. Да, Хью Лин, да, да, да. И его вызвали к тяжело уже таким больным, да? То есть, ну, тяжелый уже был. Он был в острове, где были люди больные, тяжело имеются в виду, душевно больные люди. Ну, и Кольчевой ухер из себя оселял. Вот метод именно хоапонапона в моем представлении, он есть в методике, да? Потому что... Да, да, он именно в методике. Когда слушал Диспенза, как он рассказывал про каждое слово, он прям рассказал, и я понимаю, что вот это прям посыл установок, проработок, то есть очищение, принятие качеств непринятых, то есть в каждой фразе идет прям методика, вот прям в каждой фразе. Хорошо, много методов, на самом деле, девочки. Выбираем для себя тот метод, который нам больше всего подходит. Ключевое, если есть возможность, я очень рекомендую всем брать методику. Почему? Потому что на сегодняшний день это, ну, я уже говорила, один из быстрых методов, но самое главное, один из удобных методов. На сегодня эта методика будет представлена на Нобелевскую премию, и ключевое, эту методику курирует сам Майкл Нобель, да? Это про правду Майкл Нобеля. И в моем представлении, если вот такой человек заинтересовался, а почему он заинтересовался? Потому что это инструмент именно саморегуляции. Мне не надо куда-то бежать, мне не надо кому-то звонить, мне нет необходимости специально получать образование и так далее. У меня есть инструмент, который у меня находится в телефоне, в кармане, с помощью которого я могу сам с собой прорабатывать разные вопросы. Это не замена лекарства, это не буду упасти, не какой-то там врач или еще что-то. Это инструмент саморегуляции, который позволяет нам дополнительно увеличить шансы, вот это касается здоровья, да? Ускорить процессы, если это касается здоровья. Потому что наш мозг, если мы возьмем Джо Диспенза, Джо Кеха, это действительно может все. Научно доказано, что у нас мысли материальные, научно доказано, что существует несколько реальностей, и мы имеем возможность изменить свою реальность. В этой реальности, стерто-стерто, мы там были больны, несчастны, бедны. В другой реальности мы можем быть здоровы, жить в изобилии, в богатстве и в счастье. Важно, какую мы реальность выбираем. Важно работать над собой. Это инструмент исключительно для тех людей, которые готовы над собой работать, и которые хотят более быстрых изменений в своей жизни. Ну и, опять же-таки, если у нас нет инструмента, у нас достаточно много техник. Так, здесь ключевое, более быстро. То есть, если нам нужно было быть здоровым очень быстро еще вчера, потому что разные бывают ситуации, то методика – это особенно прям легко просто, ну как, легко-нелегко, то есть это труд, это работа ежедневная. Это что? Это нелегко, Ирочка, ты знаешь? Это у меня просто, почему я сказала легко, потому что у меня тема здоровья легко прорабатывается, понимаешь? А я понимаю, что у каждого же это свое. У кого-то включается, смотри, у кого-то включается сопротивление. Это первое. А второй момент, вот смотри, работа над собой, и это не только мои слова, да, это самая сложная работа, это работа над собой. Не каждый человек за партией работать. Ведь есть люди, которые, знаешь, вот проще пойти, мне нравится в этом плане Некрасова, Анатолий Некрасов, да, он рассказывает, когда он рассказывает про больных людей, говорит, вот заболел человек, и что он делает? Он говорит, притащи свое тело, плюхнул на кресло к врачу и говорит, сделайте что-нибудь с этим. Вот это у нас позиция жертвы. И вот в позиции жертвы живут многие люди. Им важно найти какую-нибудь таблетку, им важно найти какое-нибудь там спасение, им важно найти что-то во внешнем мире, но они не хотят найти причину у себя. А мало того, еще и признать, что я сам, ключевое, я сам создал эту болезнь, она мне была для чего-то нужна, мне каждый человек способен это сделать. Это на самом деле нужен уровень осознанности, это нужен уровень смелости и уровень желания расти. Я бы даже сказала, что не то, чтобы, наверное, не хотят, а человек может не осознавать, то есть сидеть неосознанно на такой страх, правильно? Вот он может не осознавать, что он боится, поэтому такое прикрытие под то, что или я в это не верю, или так будет быстрее, доктор, а страх, он все-таки имеет место быть. Да. Идти в гостю, да. Исследование проводили, а даже заболевшие онкозаболевания, почему вот одни люди, которые заболели онкозаболеванием, причем в более тяжелой форме, они, в принципе, выздоравливают, и потом еще живут до достаточного количества времени. А другие люди с онкозаболеванием, с меньшим, скажем, симптомами, с меньшей степенью там заболеваниями, умирают. Почему? Потому что у них не изменилось мышление, потому что у них ничего не поменялось, ни питания, ни мышления и так далее. А те люди, которые выбрали, те люди, которые, собственно говоря, прошли то самое лечение, еще живут по несколько лет, по десятками лет. Я знаю, вот у меня знакомая, она просто уже живет как минимум 20 лет после операции онкозаболевания, и она прекрасно себя чувствует. Но ключевое, она поменяла мышление, она стала по-другому относиться. Причиной ее заболевания были измены мужа, это обиды на мужа. Она осознала это. Она осознала, что это опасно в первую очередь для ее здоровья. Потому что если мы возьмем уже даже Библию, если мы возьмем уже духовный аспект заболевания, нас учат первое, это прощение. А прощение это не галочка, я просил его, или Бог просит. Нет, ничего, прощение, это сейчас глубинное понимание. И благодарность человеку, да? Да. Это когда ты благодаришь искренне. Совершенно верно. И понимание, зачем так этот человек поступил, зачем мне нужно было, чтобы именно так он поступил. Я вот прорабатывала очень интересный для меня лично был эксперимент, скажем так, в жизни. Я давно уже общаюсь с людьми, скажем так, осознанными, интересными, развивающимися и так далее. В моё поле уже входят только такие люди. Но родственников не выбирать. И просто мы, по-моему, в прошлом году с мужем приезжали к родственникам. Один из наших родственников вылил на нас в буквальном смысле, знаешь, вот такой вот кушат грязи, красивый и так далее. Я думаю, интересно. Конечно же, внутренний человек, мне было это очень неприятно. Я в тренажёре смотрела, думаю, обиду на этого человека. Зачем я создала? Самое важное, что действительно мне нужно было, чтобы именно так этот человек сказал, именно в такой форме. Мне это было мега важно, для моего роста, для того, чтобы я не откладывала то, что я наметила делать на секторе, чтобы я не растягивала это во временном промежутке. Потому что если бы он ласково, нежно сказал, я бы даже не зашла в тренажёр и не нашла причину, что это для меня не было денег. А вот даже такие моменты нам для чего-то нужны. Кто-то нам что-то отказал, кто-то нам что-то сделал и так далее. У нас важная всегда причина, чтобы это было. Ну и заболевание в том числе. Важная для нас причина. Помним, что у нас есть всегда причина. И самое главное, что как мы создаём, точно так же мы можем этой своей жизни убирать. Ну, у нас есть инструмент, слава богу. Кого нету инструмента, может ознакомиться. Ира, в принципе, поделится. Я думаю, сделает мега-классный подарок. В конце это будет. Сегодня ещё генджишь акции. Сегодня последний день. Там вообще хорошее предложение. Поэтому, кому интересно, пишите, я всё расскажу. Подрезюмируем. Подрезюмируем, Олечка. У нас осталось буквально 3 минутки. Значит, очень было ценно, кстати, твои примеры крутые по поводу и вторичные выгоды по поводу твоего выздоровления с аллергией. Очень вдохновляюще. Подрезюмируем. То есть, у кого нет методики, кто не может очень быстро так решать вопросы, книги. Вот то, что человека может вдохновить, это понять. То есть, книги для того, чтобы понять. Потому что есть же люди, которые ещё... То есть, я пришла к этому, когда из книги узнала, что такое, что важно менять мышление. Если человек, как я в тот момент жила, на тот момент 25 лет, и вообще об этом никогда не слышала, не знала, то, ну, в общем, без понимания этой информации ты ничего не поменяешь. То есть, 1, 2, 3, вот, давай от себя рекомендации. Ну, что касается книги, конечно же, Валерия Синенникова, возлюбив болезнь свою, Луиза Хей. И у тебя есть вот прекрасная книга, я вижу сзади, сила подсознания. Это... Базаль. Джо Диспенза. На самом деле... Это инструкция тренажёра, сила подсознания. Джо Диспенза. Я думаю, что ты подаришь всем книгу очень классную, замечательную, как впустить в свою жизнь или идеальные отношения, или уровень нормы. Потому что уровень нормы, это тоже касается и здоровья, в том числе, Дарья Трутнева, создателя, в принципе, этого тренажёра. Конечно, что ещё помогает? Вы можете записаться к психологу-психотерапевту. Это тоже очень здорово и круто работает. Если вы найдёте хорошего специалиста, ознакомьтесь прежде с его какими-то отзывами, там, регалиями и так далее. Потому что сегодня есть и хорошие специалисты, и не очень. Вы сами знаете, это во всех сферах. И, конечно, вы можете выбрать для себя ещё любые инструменты, доступные в интернете. Вы можете обучиться разным методам. Я обучалась в своё время методу Сильва. Он прекрасный, замечательный. Я знакома с тета-хеллингом. Это тоже очень хороший инструмент. Вы можете брать для себя все, какие хотите. У Валерия Синельникова есть тоже прекрасные инструменты по работе с подсознанием. Но если вы хотите более быстрых, более таких вот результатов, я всё равно рекомендую методику. И если она вас заинтересовала, вы можете обратиться в директ. В дирочке Ира, вам вышли ссылки, вышли рекомендации и так далее. Можете обращаться? Я, если честно, не буду скрывать, ставлю свои пять копеек. Знаешь, регулярно пользуюсь методикой. И я сейчас часто спрашиваю себя, я не знаю, как я без неё жила. Просто не знаю. И мы, знаешь, у нас в команде уже много человек. Привет всем. Мои любимые команды тут меня поддерживают тоже. И вот, знаешь, мы все постоянно задаём этот вопрос. Вот как мы жили раньше без этого тренажёра? Вот просто это, знаешь, прямо вот от души хочется это сказать, что это просто спасение номер один. И я каждый раз благодарю Дашу за то, что она создала этот инструмент. Это искренне. Ей огромный привет. Ей огромная благодарность. Вот такой посыл во Вселенную. Ей огромная благодарность за это. Да, конечно. Ну, если посмотреть, что этот, собственно, инструмент, он работает не только со здоровьем, а ещё и с предназначением финансовыми отношениями, то это вообще у нас такой огромный дополнительный бонус, который мы получаем, с которым мы, в принципе, живём. И мне очень нравится в этом, собственно, смысле, что преступление отпустить человека без методики. Вот, дорогие друзья, если... Я бы сказала, знаешь, отпустить ещё, отпустить ещё, а вот сейчас Лена уже нас оборвут одну минутку. А вот мне сказать, ты знаешь, у меня несколько раз были ситуации, когда я не сказала, когда у человека было серьёзное заболение, и я не сказала. Я просто с ним пообщалась, но не сказала. Я потом прерабатывала чувство вины, потому что я думаю, ну, как я могла не сказать? Вот как? Вот почему-то я решила, что он меня не услышит. То есть я решила за человека, что он, ну, ему, ну, он не согласится или что-то ещё. Я потом поняла, что, ну, какое я имею право решать за человека, и у меня это тоже такое было вот чувство прям вины. Я его убирала, потому что меня это мучило немножко. Поэтому, да. Не сказать однозначно нельзя. Вот прям не сказать важно, а уже, ну, там, отпустить, не отпустить, тут уже такое дело. Так что, дорогие друзья, рады и благодарю, Ирочка, что ты пригласила в эфир. Думаю, что мы с тобой продолжим серию эфиров. Спасибо тебе огромное, спасибо тебе огромное за то, что ты приняла мое приглашение. Сегодня выступила с такой замечательной темой, это было ценно. Спасибо всем, кто нас поддерживал и лайкал. Надо говорить пока, а то мы не успеем. Да-да-да. Спасибо, Ириочка. Благодарю. И до новых встреч. Пока-пока. До новых встреч. Всем пока-пока. Пишите.